Иранское ноу-хау. Статья на РТ за 12 декабря 2019 года. Юлия Юзик. Всю осень 2019 года протесты сотрясают Ближний Восток. Ирак, Ливан, Иран. В Ираке и Ливане, странах имеющих стратегическое значение для Ирана и Израиля, правительства уступили протестующим и ушли в отставку. В ночь на 12 декабря будет распущен израильский Кнессет. Истекает срок формирования коалиционного правительства между Нетаньяху и Синебелой Миганца до новых выборов в марте. То есть три страны, Ирак, Ливан и Израиль, в ближайшее время находятся в вакууме власти и переходном безвременье. При этом яростные протесты в Ираке и Ливане продолжаются до сих пор. Пока всех вокруг политически лихорадят, в Иране все спокойно, за исключением надвигающегося экономического коллапса, которого Иран всячески пытается избежать, играя на повышение ставок с США. Почему только иранский протест оказался успешно подавлен? Причин тому несколько. Во-первых, вспомним, что иранский протест прервал и отвлек мировое внимание от кровавых протестов в Ираке, которые к тому моменту продолжались второй месяц и ультимативно требовали отставки проиранского премьера Абдул-Махди на фоне поджогов проиранских объектов и консульства священной Кербелле. Иранские двухнедельные протесты перефокусировали внимание США и мировых СМИ на себя, дав Ирану возможность перегруппироваться в Ираке, ключевой стратегической стране для него. А то, что смена повестки протестующих в Ираке произошла после иранских протестов, уже очевидно. Еще до начала иранских протестов их будущий тон был озвучен главой разведки Корпуса Стражей Исламской Революции Хосейном Тайебом, которого некоторые в Иране считают причастным к аресту брата президента Рухани. А вообще, антикоррупционная кампания, которая широко рекламируется в СМИ Ирана последние пару лет, интересным образом бьет именно по президенту и его ближайшему окружению, тому самому либеральному правительству. 14 ноября 2019 года Тайеба процитировала консервативное агентство ФАРС. «Мы возвращаемся в страну экономических коррупционеров, которые должны знать, что у коррупции нет шансов. Это говорило о том, что накопившуюся протестную энергию, вызванную экономическим коллапсом, развалом ядерной сделки и другими социальными причинами, будут выпускать по наиболее безопасному каналу, и власть будет контролировать процесс». 15 ноября начался протест, который выглядел так. Молодые люди в масках поджигали банки, как символ зажравшейся бюрократии богачей, блокировали движения на автострадах, жгли покрышки и устраивали беспорядки на улицах с антипрезидентскими лозунгами, рухани в вечной конфронтации с Ксир. В Иране происходила калька иракских событий, претензии к правительству, которое повышает цены, якобы одно виновно в коррупции. 20 и 21 ноября Фарс опубликовал имена арестованных зачинщиков протестов, среди которых оказались бывший иранский же дипломат, работавший в посольстве Ирана в Дании, он якобы блокировал шоссе имама Али, а также иранцы с двойным гражданством Германии, Турции и Афганистана. Без иностранного вмешательства не обходятся протесты ни в одной стране, это уже классика. Накануне протестов вся элита, начиная от актеров и спортсменов, как по команде начала репостить в своих миллионных инстаграм-аккаунтах одинаковую карикатуру, как несчастного иранца душат шлангом бензоколонки. Для всякого, кто более-менее знаком с реалиями иранской внутренней политики и ситуации в стране, предположения о спонтанности массовых проявлений недовольства от элиты до населения кажутся смешными. Спецслужбы страны, в том числе военизированный Басидж, работают столь эффективно, что их можно заподозрить в чрезмерном рвении и паранойи, но никак не в слабости. К тому же, даже после двукратного повышения цены на топливо, она все равно оставалась едва ли не самой низкой в мире, ниже только в Венесуэле. По состоянию на 18 ноября, в разгар протестов, по данным Global Petrol Pitsys, литр бензина в Иране стоил около 0,12 доллара. Бывали, как говорится, времена и сильно хуже. Также иранские протесты закончились ужесточившейся антикоррупционной риторикой, вскрытием новых схем банковских мошенничеств, килограммами золота, показанными по ТВ, арестами чиновников, кампании чистки рядов и объявлением о регистрации кандидатов на февральские выборы в парламент, который, конечно, будет народным, а не буржуазным, как при Рухани. На 290 мест зарегистрировано не менее 7 тысяч человек. СМИ освещают предвыборное шоу, как «Возрождение надежд простого народа на избавление от коррупции и участие в судьбе страны». Удачно канализированный протест Ирану удалось направить в общемировое модное русло борьбы с коррупцией и обернуть это в свою пользу не только внутри страны, но и в Ираке. Садрадин Мусавей, управляющий государственной газетой Иран Дейли, в интервью турецкому агентству Анадалу заявил, на официальном уровне Иран посоветует иракским чиновникам начать серьезную антикоррупционную кампанию и внимательно отнестись к жалобам людей. Глава неправительственной иранской организации Хамид Реза говорит об иракских протестах. Людям нужна была цель и враги предоставили им это. Гнев протестующих подавить в другой стране иранскими методами трудно, поэтому тактика Ирана – дать людям другую цель для вымещения гнева вместо иранских консульств и сил безопасности. И эта цель уже обозначена. Созданная в разгар протестов иракская комиссия по неподкупности выдала более 250 ордеров на арест бывших и действующих должностных лиц по подозрению в коррупции в рамках реформы правительства после волны протестов в стране. Разъявленному народу нужны жертвы, он их получит. 9 декабря комиссия выпустила Каменюке с первыми отчетами. Арестованы два действующих министра и семь бывших. Добавьте к этому двух действующих законодателей и 10 бывших, а также 11 иракских губернаторов. Неплохой улов. Пресс-секретарь иракского правительства Саад Аль-Хадити заявил о создании специального центрального суда, который будет проводить антикоррупционные судебные процессы. Если в стране нет хлеба, надо дать зрелищ. А десятки министров, губернаторов, депутатов, которых будут судить публично и лишать незаконной собственности, это, возможно, одно из лучших зрелищ в стране, раздираемой беспорядками, нищетой, религиозными войнами и находящейся в одном шаге от полного развала государственности. Пожертвовав фигурой премьера Абдула Махди на шахматной доске иракской политики, Иран выстраивает новую комбинацию, используя любимую Западом технологию легитимизации народных протестов. Махди ушел в отставку после рекомендации прислушаться к народу иракского шиитского лидера Аль-Систани, который, видимо, будет играть ключевую роль в стабилизации ситуации в Ираке. Это ли вам не любимая Западом демократия? На религиозном уровне Иран через сеть влиятельных иракских священников будет пытаться помочь Ираксам объединиться и сохранить свою территориальную целостность, подтверждает Мусави. В то время как протестующие в Багдаде пытаются собраться на площади Тахрир, используя для маркировки белой футболки и хэштег «White Shit Revolution», иракская полиция пытается блокировать их доступ к площади, поскольку Ирак не может позволить себе вырубить интернет по всей стране, как Иран. Высший священнослужитель Ирака Аятала Аль-Систани призывает использовать мирные формы протеста и не поддаваться провокациям внешних сил. Он же легитимизировал право народа на антикоррупционную повестку. Насилие и хаос препятствуют реформам, которых требуют продолжающиеся в Ираке антикоррупционные и экономические протесты. Борьба с коррупцией стала идеальной схемой для сваливания режимов по всему миру от Латинской Америки до Ближнего Востока и Восточной Европы. Это идеальная формула. Коррупция неискоренима и непобедима нигде и никогда. Только где-то она доступна всем. Справки в ГИБДД, откаты за бюджетные заказы, деньги на подарки учителю в школу. А где-то это дорогое удовольствие для политиков. Слушание в Конгрессе, попытки Трампа собрать коррупционный кейс на Байдена. Или примеры поближе. Например, борьба с коррупцией в Грузии, где Саакашвили якобы полностью сломал хребет совковой ментальности и победил коррупцию. Но победил ли? Или сделал ее дорогим удовольствием, доступным политикам и крупному бизнесу. Или российские ФБК Навального. Политический проект, рассчитанный на смену режима. Или проект власти для канализации протестной энергии в безопасном для режима русле. Вопрос открытый. Иран – теоретически милитаризованное государство. Милитаризированное государство, столкнувшееся в 2009 году с самым масштабным протестом за всю историю существования Исламской Республики, проявил невероятную чуткость в изучении форм и видов протестных движений. И, похоже, в 2019-м Мулы и Корпус Стражи Исламской Революции смогли перехватить региональную повестку борьбы с коррупцией в свою пользу. Ливан тоже не стал исключением. Смена дискурса иракского протеста с антииранского на антикоррупционный позволяет юридически безупречно зачищать и формировать новое правительство в Ираке. Тут, как в серфинге, оседлавший волну протеста контролирует ее. Сноска ФБК Навального. Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента по решению Министерства юстиции РФ от 9 октября 2019 года. Юлия Юзик Иранская ноу-хау Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова